Электронным кошельком дешевле. 26 рублей против 28. Монополист Ситикарт предоставляет скидку в 2 рубля при оплате проезда транспортной карты. На первый взгляд, немного. Но при повышении оплаты проезда, каждый рубль на счету. При этом будет возможность бесплатных пересадок в течение 60 минут. За 40 рублей время на пересадку будет уже 90 минут. Кому-то это поможет сэкономить. Это возможность за эти 26 рублей при оплате по электронному кошельку совершать пересадки в течение часа. И когда мы сейчас с вами говорим о недозагруженности метрополитена, то этот тариф прежде всего нацелен на то, чтобы этот самый метрополитен нам сейчас дозагрузить. Также вводятся проездные по количеству поездок. Так, билет на 16 поездок будет стоить 400 рублей, на 30 – 700 рублей, на 60 – 1350, и на 90 поездок – 2000 рублей. Появляются и проездные билеты по количеству дней. Они ориентированы прежде всего на гостей города и повышение туристической привлекательности областного центра. Один день безлимитных поездок на любом муниципальном виде транспорта будет стоить 120 рублей. Три дня – 350 рублей, пять дней – 550 рублей и 14 дней – 1200 рублей. При этом заместитель главы администрации города Сергей Миронов отмечает, что повышение тарифов в итоге не коснется около половины всех пассажиров. Речь прежде всего идет о льготниках. Администрация города при формировании тариф на линейке преследовала следующие задачи. Это сохранить проезд для льготных категорий граждан. Второе – это перевести оплату за проезд именно на безналичный расчет. То есть все эти цели и задачи, я считаю, в рамках тарифного меню достигнуты. Ряд частных перевозчиков также намереваются повысить тарифы. Они заявляют, что цена билета даже в 28 рублей занижена. Тарифы не повышались пять лет. Запустила новую технику. Все это обусловлено повышением тарифа. Это нормальное явление. То есть на сегодняшний день это своевременное мероприятие, которое мы сделаем. То есть тоже 28 рублей? Да. Все дорожает. Расходы на обслуживание транспорта дорожают. Единственное, жалко, что зарплаты не повышаются. И все остальное. Ну, наверное, надо. Может быть, не так резко. Не на 8 рублей, а хотя бы на 3-4 рубля. Да, чтобы это не сильно било по карману. Как отрицательно. А почему? Ну, потому что так цены везде высокие, а тут еще и на проезд тоже будут повышаться. Ну, ничего, люди работающие, у нас люди терпеливые, выдержат. От пенсионеров, малоимущих нужно поддерживать. Стоимость разовой поездки вырастет до 28 рублей уже с завтрашнего дня. Но августовские проездные будут действовать до конца месяца. И уже перед первым сентября в продаже появятся новые проездные. Юлия Короткова, Олег Лавров, Виктор Киселев. Объективно. ННТВ.